Память о Великой Отечественной войне жива не только в воспоминаниях ветеранов, о событиях тех давно ушедших лет знает и современная молодежь. И вот такое уважение к истории страны, которую защищали от захватчиков всем миром, не делясь на национальности и происхождение, радует участников сражений. Кавалер Ордена Ленина, летчик-истребитель Василий Михайлович Рудяков уверен, что именно наше единство помогло выстоять тогда и помогает строить страну сегодня. Василий Михайлович попал на фронт в 19 лет. Шесть месяцев летного училища и вчерашний мальчишка за штурвалом истребителя громит немецкие бомбардировщики в самом пекле на Курской дуге. За сбитый юнкерс летчик получил Орден Ленина. Было еще много наград. Ветеран помнит каждый день войны так, будто это было вчера, и с трудом сдерживает слезы. И вместо гимна каждое утро звенел тревожный призыв. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. И действительно, военкоматы буквально встали в очередях и малые, и старики, и молодые, и женщины, и дети по существу. И просьба встать на защиту своей Родины. Ветеран счастлив, что современники чтят подвиг народа и до сих пор отмечают День Победы как один из важнейших праздников. Это победа незабываемая. Я никогда еще не видел столько смеющихся лиц, радости, столько цветов. А как нас встречали, когда моя колесо продала с позицией. Мне нас в каждом полустанке встречали, кто чем мог, понимаете, с хлебом, с яйцами, со всеми пирогами, со всеми цветами. Нас обнимали везде, мы, понимаете, это действительно героинская победа всего народа. Василий Михайлович уверен, единство народа помогло победить тогда и стало залогом успеха Казахстана сегодня. Если взять вот наш Казахстан, знаете, народы Кавказа, народы Кавказа, народы татар, одни другие, должны поклониться казахскому народу за то уважение, за тот привет, который приняли их, накормили, обули, отели, как говорят. Нашли им работу, нашли им место в своем обществе. И это заслуга казахскому народу. Я искренне уважаю. Василию Михайловичу 92. Ветеран не жалеет сил на то, чтобы сохранить память о тех годах. Написал книгу «Встречается с молодежью». Гордится своими детьми и внуками и считает, что быть полезным в стране – это и есть настоящий патриотизм. Татьяна Напольская, Кенжи Амраев, Алматы, 24 Кейзов.